Продолжение следует... 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 в вечность. Будем благодарить Бога за то, что мы имеем, за то, что Господь нас хранит, что еще долго терпит нас. Для тех, у кого сердце всегда расположено к Слову Божию, для кого Слово Божия слаще меда, у меня подарок. Я написал, не я написал, а распечатывал краткую историю синодального перевода Библии на русский язык. Геннадий Текст нам уже говорил несколько недель назад о том, что нынешний год является юбилейным годом как раз по синодальному переводу. И мы всегда, когда читаешь, сравниваешь переводы в другие, явно отличается, вот он действительно пренебесный, такой славный, просто вот эта песня, это истина песни, это стихи. Ну и чтобы мы помнили о тех авторах, кто? Да вы-то все знаете. Да, конечно. Чтобы помнили переводчиков синодального перевода, краткая история этого перевода. Попередайте. Попередайте еще. Еще. Татьяна Викторовна. Последний визитляр. Помните этих людей? И всегда возносите молитву за них. А болящих наших... Татьяна Кузьмишина тут вот разбилась на ровном месте, казалось бы, так что помолитесь, о ней надо навестить ее. Без старшей сестры нам хуже, чем с ней гораздо. Еще болящих кто у нас? Александра Ивановна, Анна Кузьминична. Кто еще? Валентина Ильинична. Валентина Ильинична. Кто не присмотрен? Людмила Степанова почему-то нет. Маргарита. Маргарита. Маргарита, да. С Маргаритой были мы в федеральном центре. И она собирает сейчас анализы для того, чтобы встать на очередь для получения федеральной квоты на протезирование тазобедренного сустава. Очередь 3-4 месяца. Но это не 3-4 года, но все равно для нее, она говорит, я через 3-4 месяца из дивана не встану. Ну, действительно, там, я не знаю, как она ходит. Когда посмотришь на снимок рельефовских, там, это ужасно. Там каждое движение в суставе причиняет неспертимые боли. Любовь Петровна. Любовь Петровна тоже, да, хворает она? Ну, у нее нога распитывала. Нога болит? Навещает ее кто? Любовь Петровна? Да, позвонила я. Зайдем с вами. Зайдите, пожалуйста. Кто еще у нас из болящих не присмотрен? Галина Васильевна, как самочувствие? Да, слава Богу. Слава Богу. Алифтина с нами теперь, слава Богу. Да, слава Богу. Благодарю вас сердечно за родители. Ну, и о наших братьях еще, не знаю, на прошлой неделе воспевали вы многое лето или нет. Брату забыли. Севастьяну забыли про Севастьяну? Не, сбывали, а я забыли. Значит, сегодня мы проповем ему многое лето. Кроме того, еще у нас сегодня один именинник. Дорогой наш брат. Два? Кто? Еще кто-то. Людмила. Ну, я знаю Алексея. Людмила Степановна? Да. Да, и Татьяна. И Татьяна. И Ники сегодня день рождения. У кого у Ники? У Ники. Ну, столько у нас именинников. Многое лето им, чтобы они достигли Царствия Единственное. Многое лето, многое лето. Многое лето. Многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето. Многое лето в любви к ближнему и любви к Господу. И ревности в служении Ему. Еще у кого есть слово, пожалуйста. Активнее участвуем в жизни нашей. Инатихич, вам слово, наверное. Все молчат. У вас есть, что сказать всегда. Есть одна тема, большая очень. До конца жизни над ней работать будем. Плащи с плащущими. Сколько вокруг есть людей, которых мы не знаем. И которые скорбят. И помощи почти ниоткуда нет. А есть очень знаменитые люди. В которых море зависти к ним. Их буквально топят. И это особенно заметно в последнее время. Кругом измена, трусость и обман. Как записал император Николай II в день отречения. Мне забрасывает много так называемых роликов, фильмов. Ну дайте рассмотрение. Так ли это. Один раз забросили сразу где-то, я не знаю, насчитал. Тридцать пять что ли роликов. А другие в аудио по девять часов. Никакого времени не хватит. Но тот просмотрел, говорит, от корки до корки. Из Америки приехал один человек. Принятый Схиархимандрит. И звать его Иоаким. Запомнить легко. Я всех прошу, запомните, помолись. Фамилия его Парр 2Р. Я уже знал, что раз его везде принимают. И везде на этом и слово выступать. И там на разных радиостанциях. У него обязательно будут враги. Вот сейчас они вышли. Составили профессиональный фильм против него. Какой он был. Откуда пришел. Там у католиков был. Какие организации. Потом как был он в зарубежной церкви. Вышел оттуда. Ну все абсолютно. Все разузнали. Не узнали только одно. Что Божий промысел о человеке. В чем заключается. Ну и дайте рассмотрение. На него нападают сейчас где-то. И даже не знаешь, куда встать-то. А зачем тебе вставать-то? И молись об этом. Я вот посмотрел на сегодняшний день. Ни одного обвинения в его адрес. Не то, чтобы поддержать. А даже в уме бы не было, чтобы так. Вот он монастырь образовал. А такой-то ушел из монастыря. Ну и какая его вина? Он ушел. Ну от Христа сколько было? Не хотите ли вы уйти? Осталось всего 12. На небе третья часть ушла. Апостол Павла. Все ушли. Говорят, они Лука со мною. Тимофея где-то. Чья вина-то? Он ушел. И вот на него какой есть это тоталитарная секта, это все дворкинская. А близко воспринимается. То, что в чем обвиняют, меня обвиняли в этом. Мне это так близко. У него вид патриарха. Такой у него благочестивый вид. Говорит только по-английски, американски. Все время сидит рядом переводчик. И теперь. А он был в такой-то... Ну как? Ну был. Ну Павел был среди убивающих. Теперь еще всю жизнь будут показывать. А вот эта организация киллеры сот. Да теперь 40-то киллеров против Павла. Вот он сам среди них был. И они теперь. Раз он там был. И развернутая картина. Половина больше фильма. Что это за организация. Как они организуются вместе. Как дают клятву верности. Послушание на год сначала. Потом на 5 лет, если выдержит. А потом на всю жизнь. Как монастырь. Веселые люди. Главное молодежь. Кажется, до 23-х лет только отступают. И обрекают себя на полное послушание. Они добровольно. Обвинения-то какие? Против монастыря. Если тогда восстаньте против всех. На патриарха волна идет сегодня. За патриарха усилить молитву за Кирилла. Он с таким-то встречается с папой. Прямо выходит в священник. И видно, в храме стоит. И два беса встретились. Это что такое? Два беса. Это патриарх Кирилл и папа Франциск. Два беса. Человек помирать не думает. Страха Божия никакого. Не даже слышать-то и то виновный будешь. Что ты слышал, не принял ничего. Прими меры. Себе поставь преграду вот этой мутной волне, которая разливается. А что с католиками на соединение? Примем, да, так. А что вы боитесь католиков? Уже все по-католически идет. Главное-то крещение-то нет. Ладошкой по голове. Православия-то никогда не было. Бритых священников никогда не было. Но вы внимательно посмотрите. Эти, которые отступают на этого Якима Парла, они каждый день причащаются. Да попы каждый день кричат, кто не причащался. Что вдруг сбунтовались-то? Патриарх ни одного шага не сделал, чтобы нарушало то, что уже принято. Это не он установил-то. До него уже было. Я об этом кричал день и ночь, и в каждой книге я об этом говорил. Должна быть встреча со Христом. И вот этот Яким Парр выступает где-то в семинаре, в академии. Его везде возят. Патриархия его восприняла. А теперь его авторитет огрушивает до нуля. Даже до минуса. И вот он говорит и обращается к молодежи. Ну, мы хотели бы себя испытать вот так. Но это на год. Полное послушание настоятелю. Кто у вас тут настоятель-то где-то? И дальше программа. Но это орден такой у католиков есть-то. Что-то оттуда взято. Почему думаешь, что это плохое? И сразу пять человек нашлось. Так вы все поняли, к чему это? Спрашивают. Что это послушание надо? И они собираются, считают Слово Божие. Они ничего плохого не делают. Эти люди, которые в семинаре-то поступило, сто человек, сколько осталось? Треть? Скинь. Сразу скинь. У нас так и было. Трое поступило, осталось двое. А что дальше еще будет? И он куда вторгся? Я вот просмотрел, в чем обвиняют. Ни одно обвинение не имеет силы в себе. Да, он сделал. Да, там образовалось. А вот это вот они где болтались-то? А никому нужны были эти люди-то? Вот эта зависть, она не от Бога. Зависть вообще страшная вещь. Не оправдана ничем. Я тогда стал смотреть другие, которые заступаются, и которые против говорят-то. Но настолько не прикрыта вот эта зависть. Он может. Что в Америке не с кем заниматься? Приехал в Россию сюда. Православный. Так наоборот это похвально. Там их много, а здесь никого нет. И он теперь вносит новинку. Живинку вносит. Чтобы в семинарии не просто пришли, а теперь стояли. Да это то, что патриарх говорил. Ну образуйте какое-то общество. Подойти к батюшке, попросить изначай. Ну чтобы община была, а не приход. Вы помните, молились, мы говорили за Глеба Грозовского. Там его в педофилии обвиняли. Он в Израиль быстро уехал. Говорит, у него дедушка еврей был. Не посмотрели ни на что арестовали. И он сидит в тюрьме и описывает, как там было. Даже били его. Но относятся хорошо. При переездке из тюрьмы в тюрьму плохо. Ну он видит у себя молодой священник. Ему у Бога это все вымерено. Ему это надо. Он очень талантливый священник. Там футболистами занимался. И где обвинение по одному начинает отпадать. А почему? Государство отпускает на эти гранты какие-то деньги. Он занимался с наркоманами. Ясно делал кому-то. Ну сто ли сто-двести тысяч. Скажите, что с вашей дочерью что-то было. Врачи обследовали. Ничего нету. Нету. Я говорил молиться. Его Израиль решили сюда выслать. И уже Верховный суд решает все-таки экстрадировать сюда. И вдруг, вчера я нахожу, что остался опять он там. А здесь его уже раскрытые ворота тюрьмы ждут. Глебом звать его. Я о ком говорю, эти люди со мной не разговаривали ни разу. Просто их боль моей болью сделалась. Вы помните, говорили о журнале «Душа», который был здесь. Закрыли на отдельной метрополии. Открыли. Я гляжу, журналы приходят. Я досконально не знаю, но вижу журналы, уже приходят. Будто бы сняли этот запрет. Хорошие журналы. Там Олег Рыжков или Рыжов Дьякон выпускают журнал. По всем параметрам прекрасный, богатый журнал. Ясно, что если все так, то будут препятствия. Если препятствий нет, как святые говорят, то Богу не угодно это дело. Если поносят, значит награда твоя выше будет. Надо увидеть нуждающийся в нашей помощи. И когда посещаете больных, то им говорите. Вы не просто выбиты, как говорят, из обоймы жизни. Вы наоборот вышли на передний план молитвенный. Вам не надо делать туда и ехать, не надо сюда. Вы дома лежите. Да иногда на небо некогда взглянуть. А теперь лежишь и день и ночь смотришь вверху. Вообще прекрасно. То есть сделайте такой им подарок, что Бог вас призвал быть в первых рядах ходатаев за дело Божие. Не просто пришли, а чтобы оставили такую энергию вернуть к первой любви, если она была. Первую любовь испытали очень мало людей. Совершенно некоторые не знают. Любовь, когда все человек забывает. Только одно, к любимому или к любимой. Вот такая любовь к Богу. И она постепенно утихает. А первой любви в Библии говорится только один раз. Почему не знаю? Или мало о ней знали, и при том Иоанн говорит в Духовной книге Откровения. И вспомни эту первую любовь. Любовь к Богу. Любовь к Спасителю Христу, который за нас умер. Который пролил свою причистую кровь. Чтобы все наполнилось дыханием Духа Божия через Слово Свое. Каждое Слово Твое должно быть подтверждено Священным Писанием. Научитесь вплетать это туда. Вот этот человек приехал, я сразу настраивать против. Я его не знаю, читаю. Нет, нет, не такой он. Он совсем не такой. И он не похож на наших здесь. Он такой живой. Я не мог найти в Википедии никакой, сколько ему лет и откуда. Но вид у него, ну, как патриарх настоящий. И говорит о преданности Христу. А уже видит, а вот там будет что-то имение продавать, ему деньги отдавать. Ни на чем не основанно. Просто не любовь. Те более великие просы разражаются такой бранью. Притом схиархи, мандрит, законно рукоположенный. Это свойство людей, которые не имеют страха Божия. Если ты имеешь страх Божий, то, говорит, совершенная любовь изгоняет страх. Она совершенная будет только на небе, на земле нет совершенной. Она подмешивается летягой к родственному по крови, по-человечески. Это моя дочь, мой сын. Совершенная любовь в Богу будет только там. Она изгонит страх. Мы не будем бояться, что кто-то совратит. Еретиков рядом нет, угонителей нет, ИГИЛ не нападает. И вот тогда страх исчезнет. А сегодня живи в страхе. Как Пимен Великий говорит, ум бежи в аде. Да, я спасен, но в любой момент могу споткнуться и так споткнуться, как Яков Пустик. Чего я себе вообще не предполагал. Я вот насчитывал жития. Это было его такое жития, что в слезах можно утонуть. Ему все было открыто. К нему обращались люди при засухе. Еще они уйдут, и вдруг дождь. Ему открыты были тайны будущего. Изгонял бесов. И отовсюду ехали бесноватые. И вот привезли молодую девицу, 16 лет. Бес вышел. Родители побоялись, бывает, что демон где-то рядом. Пусть она еще тут поживет недельку-то. И вот дьявол соблазнил, и он ее сносинищал. А ему за 60 лет уже было. И он до того испугался. Она расскажет, что теперь будет. И он убил ее. А теперь еще больше испугался. Труп-то найдут. Рядом река бросил труп. Три смертных греха. А дальше дьявол прямо явился и говорит, а теперь повешивайся. Или головой в омут. И он пошел, как слепой. Встретился молодой инок, у которого по-другому смотрели. Умел плакать с плачущими. И он пригласил ее, умыл ноги и говорит, успокойся, брат, успокойся. Ну, посмотрим как. И он снова замуровал себя. И прошло сколько-то лет, и Бог вернул ему все таланты. И снова к нему обращались и в затуху, как будто ничего не было. Той-то души нету. Ты от девицы поскорбил. Но она ушла, освобожденная от демона. У Бога все это вымерло. Яков постник. Яков много было. Вот если такие жития считаешь, и как будто бы рядом с ним видишь. Это море слез, горе. Ты ходишь с падением своим. Не думай, у меня все, семья не разрушится. В один день разрушится. И детей против тебя настроят, и внуков. И ты чужой будешь всем, и будешь выброшен, где-то умирать может под забором. Сегодня поскорби о тех, которые там захвачены, изиды. Их в рабство продают. Сегодня работорговля развита очень сильно. Молоденькие девчушки, там совсем 12 лет, их делают. Насильничают один за другим 6-7 человек. Это официально все пишут. Там. На территории Сирии. А это все рядом. Посмотрите на своих прекрасных девочек. Где они будут? Мальчиков в один день сразу. Или он принимает ислам. Он не понимает, что ислам дурежет их. Они уже приговоренные. Полюбуйтесь сегодня. Наставьте на пути. Не держитесь за них. Научитесь с плачущими плакать, которые там. Которых мы не знаем. Мы каждый день об этом молимся. Которых убивают. Господи, отверзь за им дверь неба. Прими их в твои обители. Научитесь молиться нужными словами о тех, которые в нас нуждаются. Нужна молитва им. Помощь. Прошлое я говорил о монахинях. Их шестеро или четверо было. И во время, когда готовили. А все миссионерши. До того удивительно. Видимо католические были. Ворвались и всех убили. Готовили завтрак. И всех убили. Мы многого не знаем. И поэтому, что у нас есть. Почаще обводите взглядом. Выходя из дома. Прощаясь с родными. Я вернусь. А может не вернусь. Припомни. Какие мы блаженные у Бога. Сколько нам Бог дал. Люди ушли. По скорбе о них. Они ничего не имеют. Я практически знаю всех, которые ушли. Или полностью все потеряли. Или вообще держатся на чем только. Но я приходил, отстоял. Был, отстоял. А дальше-то что? Занятий нет. Слово Божие вообще, оказывается, в руки не берется. Но я же знал. Знал и забыл. И поэтому сегодня Бог как бы трогает каждый нас этими мировыми событиями. Вы знаете, кто у нас президент? И о нем усилили молитву. Я всегда говорил об этом. У него очень хорошие советники. И на этой неделе большую часть самолетов вывели из Сирии. Америка в шоке буквально. И показывает, как эти бомбардировщики дальнего следования летят и в Челябинске садятся. Как их встречают четверым званием героев. Потеряли только четыре человека. Это вообще. Там один с собой покончил было. И оставили часть, которая не больше 20 вылетов в день делает. Помогает. Там обстановка очень сильно изменилась. И даже настолько тайно было это сделано, что некоторые даже еще и верят, не верят. Как так? Увязла Россия. Это на 10 лет война будет. И вдруг раз в один день почти все заканчивается. Значит, чьи-то молитвы доходят. Молитесь. Чтобы ему, этому рабу, я хочу сказать, чтобы как Божий он был всегда, Владимиру. Бог положил на сердце это. Правильно поступить. Мы не знаем. А как правильно? Понятия не имею. Это большие-большие дела. Кого-то Бог наказывает. О ком-то говорит проклят, кто меч Господень удержит от крови. Уже назначен отомстить за убийство христиан. Его рукой, как бишь Божий, хлещит их сейчас там. И не просто бьет. Сегодня уже говорят, бомбы, которые есть, 5 метров бетонный слой крышей пробивает насквозь. Такие бомбы привезли. И он играет сегодня такую роль. Вышли на признание мировой державы, как прежде. Считаются теперь все государства с ним. Вот за 5 месяцев сделали то, что американцы за 3 года близко даже не сделали. Четверым там звание героев присвоили, как ордината, и жены встречают. Надо увидеть, как рады, что встретили своих. Где-то были, далеко на чужой территории. Русские давно там не были. А нужно ли это знать? Для меня это нужно. Я теперь знаю, о чем молиться. Еще больше усилить молитву. Не спите ночами, проснитесь. Хотя бы уделите несколько минут Богу. Когда это все дойдет до нас здесь, будем искать помощи. А сегодня оно рядом. Батюшка уехал на исповедь. К епископу туда. Какие сведения. Которые наши близкие люди знают это. Я говорил, что мы были в Покровском соборе неделю назад. Ну и после всех, как всегда, были там наши люди. Там была вот эта Нина Глухонемая. Олега там видели. Еще кто-то был. Ну и подходили последние. Они с нами, кажется, держались-то. А перед этим был батюшка. Он позвонил мне. Встретились. Он в алтаре был. Архиерея его встретил. Очень хорошо. Спросил, а Игнатий Тихонович будет или не будет. Он говорит, да должен где-то быть здесь. А где он? И когда я подходил и снимки сделали. А мы выключили все. Свет выключенный. Уже поздно было. Ну, в Великопостное время. Свечи снимать-то никак нельзя. А на видеоаппарате это можно включить маленько. И он включил. И все это отобразилось. Маленько снял. И много священников. Там больше 30, наверное, было. Я подошел. Он трижды, как на Пасху, расцеловался. Ну, как дела? Крестом снимок такой. Крестом обнимает. Обнял меня и крест в руке. А другие уже говорят, о, Иуда пришел. Поцелуй Иуда дает это на меня под этим роликом. Сказать-то ничего нельзя. Целуй-то не я его, а он меня. Да кто из нас Иуда? Он не Иуда, а я не Христос. И я не Иуда, и он не Христос. То есть не знает, что сказать. И что зависть? Зависть. Вообще он каждого приветствует так, что ли? Когда люди идут, только крест успевает подставлять. Очередь идут. Ну, что, как он какие-то слова сказал? Ну, трудится великий пост. А батюшке сказал? Какие слова? Ну, он сказал, говорит, хочу быть таким же, как ты, батюшка. Батюшка, то есть лишнее что-то есть сбросить. Нашим батюшкой-то. Ну и пока я отошел от него, у него такая улыбка везде и осталась. Широкоформатная улыбка. Никого он не боится. Враги писали, постались поссорить. Ничего этого не было. Почему молитва? Чтобы его Бог благословил. Сергий, митрополит. Видите, какие у нас новости, что мы были. Ну, просто прекрасно все получилось. И попрощались. И с ним свидетельствовали. Ну, а дальше видно будет батюшку приглашение. Да, он говорит, я дома там просчитаю, приду. На день деревни. В мае месяце будет. Приглашение батюшка отправил Илариону. Он должен где-то быть позже, маленько в Барнауле. Намечено у него тут путешествие по святыням проехать. И Марк, который много помогал, архиепископ в Берлине. Марк Арнг, фамилия его. Еще кому-то. Ну, это уже сторона батюшки. Тут без нас обошлись. А тут от нас что требуется? Молиться и благодарить Бога. Мы дивно облагодаться на им. Во всех отношениях. И даже вот, которые люди встречают, не приехали. Родные скорбят. Вы их вспомните, Господи. Не знаю, верующие, неверующие. Утешь всех, чтобы неверующие, которые родственники, чтобы они обратились к Тебе. Без воли Божьей не падают самолеты. Если волосинка не падает, ну, ясно, большой Боинг не падает. А что, рабы Божьи их отпевать-то? Мы не знаем. Я считаю, никак нельзя. Но вопросить у Бога, милости, чтобы родные обратились к Богу. И этим, что можно. Прости, Господи, что молюсь. Ну, как я об аварии не молился. Прости, Господи. Но если можно, облегчи его участь. Он так много нам сделал. Где мы находимся? Отошел. У кого есть слово? Я хотел сказать, что тут то, что я там говорил о маме, то, что там у нее это недоброкачественные нашли там как бы клетки. А потом оказывается, что у сестры один из этих врачей, которые там я операцию делал, он оказывается ее знакомый. И он по блату ей начал рассказывать, что он там визуально видел. Короче говоря, оказывается, основана не на документальном, то есть не на этих анализах, а на просто визуальном осмотре. Поэтому непонятно ничего. 30-го числа только будет, как он называется, клей? Гистологическое исследование. То есть то, что я делаю под микроскопом. То есть без нашего морфологического диагноза, выявленного при осмотре препарата ткани под микроскопом, врачи не имеют дальше права действовать. Либо оперировать, либо учевую терапию, либо химиотерапию проводить. Все зависит от нашего заключительного диагноза. Вот этот диагноз пока еще не сформулирован, пока еще не проведено это исследование. Так что, как говорится, уже напечалились, наплакались. Но Господь так делает, чтобы не хватило слез. Ну я прошу параллельно молиться о мне, чтобы Господь умудрял меня, чтобы я не делал неправильных заключений, чтобы я не ошибался, чтобы от моего заключения не было неправильных действий дальше врачей. Так и в данном случае, чтобы морфологи там правильный диагноз поставили, и чтобы дальше действие врачей было правильным. Ну то есть молитва как бы продолжается, но тут уже просто непонятно ничего. Сестра тоже там наревелась, так что ли, чуть с ума не сошла. Ну то есть, не знаю, хорошо это или плохо они сделали, эти врачи. Но для нас полезно, видать, слезы нужно пролететь. Так что спаси Христос, кто молился, мама Валентина. Продолжим молитвы, чтобы спаси Христос. Еще? Желающий, да, брат? Я прошу ваших молитв. Дело в том, что я организовал занятия по изучению Слова Божия, скайп, чтобы Бог мне дал мудрости, потому что люди выходят разные. чтобы я как ведущий, вот, ну, мог правильно вести занятия. Правильно, правильно вести занятия, да. Мы в Дни Великого Поста милости всех просим, или ко мне домой приезжайте, или у кого есть нормальный интернет, выходите, пообщаемся. Спаси Христос. Помоги Господи тебе, с большим, великим. Даже в деле проповеди. Слово Божие. Еще, желающие, у кого есть слово, слово благодарности, просьбы. Ну, у меня есть. Говори. Ну, я хотел сказать, что вот опять прошло чтение Великого Покаянного Канона Андрея Критского. И все-таки хочу сказать, что до какой степени все изменилось, когда, ну, когда мы начали этот канон, молиться к канону, когда вот Игнатий Тихонович Лапкин, он потрудился и вставил еще слова благодарения и словословия. Ну, как бы, идут такие, у нас тут пожелания еще, что все-таки охота, чтобы покаяния было больше. мы так сделали, ну, короче, мы или не мы, ну, в общем, так получилось, что разбили просто на равных три части. И поэтому покаяние одна часть у нас идет, хотя, в принципе, он покаянный, как он называется, а дальше у нас идет благодарение, благодарю Тебя, Господи Божьему, и потом словословие, слава Тебе, Боже, слава Тебе, мы за место, помилуй меня, Боже, помилуй меня. И получается, как бы, что, ну, у нас и Акафист одновременно, и еще словословие получается. То есть, ну, и такое, как бы, говорят, больше хотелось бы покаянного там туда, то есть люди не напокаяли, вольтись у нас в общине, хотят еще больше каяться. Ну, можно это рассматривать или не рассматривать, не знаю, все-таки это относительно, но пред Господом, наоборот, наверное, больше всего нужно словословие, я так понимаю. один покаяние, сказать, помилуй меня, Боже, и потом все остальное только, ну, поблагодарить еще, тоже, и потом только словословить, потому что, ну, мы себя чувствуем спасенными или нет, я не понял. Ну, если не чувствуем, тогда надо дома постоянно, и вообще идешь по улице на каждый шаг, и помилуй меня, Боже, и когда ты уже напопокаешься, тогда приходи и на покаянный канон у тебя, ну, на наш сюда, он тебе покажется очень даже сладким. А так получается, ну, пролетает, и все, ну, не все, ну, практически все говорят, что-то мало, молимся-то. Ну, и действительно, когда вот, помилуй покаянное, все покаянное, а здесь слава тебе, Боже, и как-то уже торжественнее все получается, и, в общем, совсем как-то и не покаянно. На самом деле, на самом деле, все зависит от вашей души. Ну, во-первых, никто, никому не запрещает каяться самому пред Господом, сколько угодно, можно сутки каяться, это первое. Второе, канон, он есть канон, и слава Богу, что он вот в таком виде, мы теперь его имеем. Братья и сестры, я хочу всех поблагодарить за усердную молитву, я вот с вами. Слава Господу, тебе. Хороший день. Я знаю, что молитвам, конечно, только Господь даровал еще жизни. В больнице все, мне было очень... Погромче, не слышно будет там. ...благословенно, когда я была. И, кто приход... Все приходили такие, так хорошо все это устраивалось. Пришла Таня Капустина, она так писала в тот момент, когда тут даже и были капельницы, и она так скромненько посидела, ее никто не прогнал, ничего. Братья пришли, принесли Евангелие, Игорь. И как? И у меня очень было огорченно, что вижу, что у людей почва такая, что они воспринимают. Я немного поскорбела так, а потом Господь как-то утешил, и через вот это все, через вот это все невосприятие началось... Все ждали там праздник 8 марта. Кое-как дождались, все выходные, пришел 8 марта, а я стала им рассказывать о том, какой праздник у нас. А всех поздравляют, меня никто не звонит, не поздравляют. А я говорю, а у нас праздник, это жен мироносец, когда жены бежали, как руку. И они бежали с трепетом, ну я как уж могла, конечно, красочно рассказывали, бежали. И вот они встретили, потом сказали всем ученикам, и до нас это весь дошло, что Христос воскрес. Рассказывал им об Иове, о многострадальном Иове. Но очень-очень. Евангелие раздала всем. Но были и противники, но их было мало. Слава Христу за все. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, благоестница, 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 кто послал. Гринотехничек. Еще добавлю, раз об этом разговоре зашел. Считается молитва Господи Владимир Владимировича. Я знаю, что она измененная. Выбросили слово стребролюбие. Позвонил старообрядцам. А там оказалось, мужчин нету, и сестры не могли сказать. Пришлось прямо в храм звонить. Она начала искать, говорит, а какая молитва-то? Да это я знаю. И стала говорить. Я думаю, еще раз спрашиваю, когда у меня компьютер стоит рядом. Я зашел, я не знал, что до Никоновских два варианта было молитвы. И что интересно, стребролюбие участвует там, а реформа выкинула. Почему? Потому что трусость и корысть захватили все, и слишком ясно. Сребролюбие выкинули. Я тогда решил строчку написать Господи Владимир Владимировича, живота и мой дух праздности, а у них написано небрежение у старообрядцев. То есть, разные варианты. Я думаю, а как же они сребролюбие так могли совсем? А они его не выбросили, новообрядцы-то, не коньяни, а заменили другим словом любоначалие. Я когда выстроил, вряд ли, и там пустое место, стребролюбие, ничего нет, я давай снова считать, вижу, любоначалия нету. А, потому что любишь начальство, стремишься к деньгам, лоббировать будешь уже интересы, в депутаты будешь лезть. То есть, это более емкое, но скрытое, любоначалие, ничего не значит. Вот и скажи человеку просто так, ну, не надо так, много, если что-то. А когда, своими именами, обжорство, тут это понятно, то есть, не есть, лишнее. Так, любоначалие, вот, которое говорим, это означает, хоть маленькую должность дай, как хохлу гармей, без лыжки домой не поедет. Любыми путями. Слово сказать, вот о чем не заговорил, хочется маленько расширить. Украина, почему она называется? Украина. Она говорит, Украя, Украя государства. Слово-то было дано как? Ну, конечно. Кромка. Я дальше стал думать, а где, что это, Украина, что означает? Ой-ой-ой, за этим что идет? Крайняя, только есть, в Библии смотрю теперь, крайняя плоть, когда обрезывали-то, это посвящение Богу. Посвящение Богу. И пусть Украина, Украя, обрезанная там, будет посвящена Богу. Об Украине, о Порошенко, мы молимся, его Петром звать, каждый день. Аминь. Каждый день. В Турции, которая в недружеских отношениях, каждый день, мы каждый день молимся, чтобы Бог устроил, как ему угодно, чтобы люди нашли Христа. Вот простое дело, сколько лет считал и никогда этого сравнения не делал. А когда это выписал, вот нашел, я не знаю, где кто говорил, нет, сребролюбие заменено словом любоначалье. Я вот такое туманное, непонятно, это люблю начальство, дайте деньги, дайте квартиру, пошлите на курорт. Это более широкое, но поднимое, откокодильное, говорится, завесы. Все. Прости, Христос, за разъяснение. Хочу сказать, что там ходили мы еще, пока Игнать Тихонович ходил там к этому митрополиту прощаться, благовествовали, здесь раздавали Евангелие, там сколько нужно, рассказывали, кому там кто, а там странно, видите, стоят нищие, которые там, ну как они там, калики эти перехожие, как их назвать-то там. Один такой подкованный стоит слушает, что я там говорю бабушкам, тетушкам, дедушкам, а потом говорит, а я так слушаю вас, через забор такой, а я слушаю вас, смотрю на них и вижу, не понимают ничего. И такой отвернулся, я такой думаю, надо же, какой уменит я себе, стоит с подаянием, все, а он отвернулся, нам кто-то проходил, он ему раз, потом поворачивается и говорит, а кое-кто и понимает, имея в виду себя. Далее мы вангелие. Они в первую очередь сразу такие раз, внимательные подошли, как вот, как собаки вначале тебя собираются, когда ты выходишь на место уже протаренное, вышел, они сразу раз, такие внимательные к тебе, и такие, подходят и нюхают, и у тебя что-то есть тут, вообще выдают нам такие они, а потом говоришь, на нету, они раз разошлись, такие у них тоже. Сразу раз, внимательно так подошли, взяли Евангелие, а мы тут еще подаяния, но это уж надо работать, ага, ну все, сразу раз сосались. А пришли почему? проверить, как там семинаристы себя чувствуют, этот волчатник-то. Ну ничего, никто не напал, как ни странно, даже я еще ошибся, Никита пошел там давать семинаристам, ну до них там метров, может, 15 было. Я не понял, о чем они говорили, а он им рассказывает, и там, ну дает им визитки, взяли им визитки, а один наклонился так к нему, визитку берет, и так наклонился, и так, ну под ноги ему. Я говорю, это ты что делаешь такое, под ноги человеку? Я говорю, ты плевки-то соберешь потом. А Никита говорит, да он говорит, семечки бьет, просто что-то. Я говорю, ну ладно, бывает ошибся. А он не понял, о чем парнишка, повернулся на меня, посмотрел и пошел. К нему, не к нему, непонятно. Ну в общем, молодые такие еще, я думаю, ай-яй-яй, там-то хоть постарше были, которые нас бить, все собирались, а этот, наверное, первые курсы, такие хамы, думаю, еще хамовики стали. Он просто семечки парнишка пощелкал. Ну визитку-то взял, я думаю, что-то не выбрасывает. Человек, говорю, порвет, посмотрел, нет, нет ничего, так аккуратно все себя вели, никто не гнал нас. Никита, он ничего не знал, так он залез прям уже туда, чуть не на вход, я говорю, ты это, не сходи туда, подожди, а то еще сейчас по ногаме погодят. Я говорю, подожди, пока тут еще, попримелькайся. Спасибо, Христос, брат, слава Христа. Радостно, что брат Никита вот так вот принимает участие активное в жизни общины, проповеди. И помолитесь о моем сыне, чтобы Господь ему тоже дал такую ревность еще большую. Маленькое слово, уж нехорошо встает в третий раз. На этой неделе у меня были встречи, и побудили меня к этому другие люди. Вот, понимаете, один просился, потеряю кое, я ему не разрешил. И он ополчился, ну, всякие оскорбления, а потом додумался, что делать. А кто он такой, я же не знаю, у меня не бывает в контактах. Он там всякие там пахости, он отрезает мою голову, Надежда Васильевна, и творят блуд. Ну, это, говорит, ладно, я-то это ад, это за что попал оттуда, Надежда Васильевна тут. Ну, и там вначале модераторы расследовали, все это нашли, и узнали его фамилию, где он живет, в Караганде, Саварбе Калмазов. Ну, и взялись до него, а он, ну, говорит, маньяк в этом деле-то. Ну, я тогда, мне говорят, что же волчить, это у нас уже безобразие такое. Я написал заявление, и решил пойти, поехать, чтобы Сергей меня отвез. У него задержка была, я пешком пошел, взял книги, думаю, подарим ФСБ, КГБ пошел. Заранее созвонился, где там кто примет, ну, и пошел туда. У меня тут собак много кормлют, и самые драчливые две собаки, неповязливые, они за мной увязались, идут за мной все время. Я пришел, они прям лезут туда, у них оградок, КГБ, калитка, я калиткой, я не калокалитки сели, другие сотрудники, садили ему. Они злобные, сильные собаки-то есть. Эскорт? Это ваш эскорт? Эскорт, да. Ну, ну, они сказали, что мы никак не можем этим заняться, другое государство. Это только краевая прокуратура, а прокуратура знается. Ну, я маленько побеседовал, поговорил, я говорю, вы идите дальше своих инструкций, Бог будет сидеть по инструкции, ты не нарушай инструкцию-то. Ну, и пришлось идти в краевую прокуратуру, заявление там, что вы дарайте теперь стоять, ну, и там уже разговор был, как надо. Заявление приняли, я из этого сделал ролик и выставил в интернете. Тот уже где-то дней пять не выставляет больше ничего, он буквально застарил весь эфир, все это в разные картинки делают. Это не я, это то другое. Видите как, молились люди, подсказали, нашли, а другие там свидетели, знаем, что это мы, и какая-то ему отказала, и он, говорит, забесновался, и дальше вот такое дело. Как вовремя, Господь остановил. Он меня обманул, говорит, нас 60 человек, люди там с Дагестана, откуда, с Ингушетии, хотят приехать. Мы все примем православную веру и снимки прислали, и все было обман. И когда обман-то обнаружился, и он тогда столкнулся и стал, я приезжаю, я уже у вас буду здесь, завтра приготовьте место, ну, всякие-всякие пакости, даже не сензурные. И все это разоблачили, и мне все это выставили. А другие говорят, ну, зачем выставляете, ваш порум ютуб-то православный, то я говорю, а как другим знать-то? Я просто показал, как он снимки делает. Так что звать его Самарбек, я не узнал, что это по их означает по-казацки. Ему 40 лет. Он ведет себя, написано, съехал с катушек. Съехал с катушек, это что означает? Сошелся. А? То есть это развернуло у него не в ту сторону. И вот он это, как 12-летний, говорит ребенок. Но внезапно он прекратил ставить эти пакости. Гуси полетели. Так что, и они тоже помолились. Я попросил того, чтобы поговорили с ним, что есть суд Божий, за все отвечать придется. Нельзя же так жить и не думать. Не, ну, выбрать... Вот у меня на неделе вот такие события были. Помоги, Господи. Серьезно. Еще? Вопросы, пожелания, просьбы? Дорогие братья и сестры, мои дорогие, золотые мои, с которыми я уже давно-давно и долго. Я здесь родилась, я здесь выросла. Были, конечно, у меня. Простите меня за все эти мои... Бог простит вас. Казовица. Мы тебя любим. За дела, которые я кое-когда иногда приезжают к нам жить. Я благодарю вас. Как благ ко мне, Господи, Господь ко мне грешный. Если бы я вот, не было бы у меня этого горя, которое у меня, я благодарю Господа за это, что Господь мне дал эти скорби. И если бы не было мне этих скорбей, мне бы никогда такого состояния не было, как сейчас. Я благодарна Господу Богу, что мне дал Господь эти скорби. И какую любовь я увидела с вашей стороны ко мне. Я бы никогда, когда была зряча, никогда столько бы не слушала и не читала Слово Божье. Как братья ко мне отнеслись. Сколько они мне всего сделали. Сколько они мне дисков, И я вот вчера я проявила 14 часов, пока не на службу не собралась. Я до 12 ночи и сколько слушала. Включаю и слушаю, слушаю. Да разве ли, если бы я была зряча, разве бы я это все читала бы и слушаю. Я благодарна Господу Богу, что я возвратилась в эту общину, где я такую любовь, такую любовь. Да слава Господу за все. Да я благодарю Господа Бога за все, что Он мне эти скорби дал. И благодарю Господи, что Вы у меня есть. И благодарю Господи, что я возвратилась в дорогую мне общину, где я родилась, выросла и может придется даже умереть. Господи, я благодарю за все. Слава Бога. Всякому однажды надлежит умереть. Всякому. Помоги Господи обрести речную жизнь. Еще? Просьбы, пожелания, благодарности. Заканчиваем. Дальше будут у нас, как обычно, преснопения, трапеза и занятия. Застойная снякова истину, блажите Тя Богородицу, крестоблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую херобин, и славнейшую без сравнения серафим, без искрения Бога слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествий на племенников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне, останови делающих зло. Просвети, правители страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественную любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небрежении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое изречанное в Святой Библии. Прости нас, Господи, владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Егова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Алва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день и прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Надежда Васильевна. Все понимали. Ну, простите, мы прощаемся по ним. Тут, я прощаюсь, хороший, да? Ну, хороший, да? Ты мне испусти, кайкина. 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 Доставь.